Лучшие цитаты года. Золотые слова, которые навсегда остаются в памяти. Никто так не следит за поступками других, как те люди, которых это менее всего касается. Научитесь никому ничего не рассказывать, и тогда все у вас будет хорошо. Самое большое несчастье, это быть счастливым в прошлом. Случается иногда, что жизнь разводит двоих людей, только для того, чтобы показать обоим, как они важны друг для друга. Не давайте полной свободы близким и любимым. Будьте с ними, вместе со своими желаниями, иначе они придумают себе свою реальность. Без вас. Живите с ними. Пока ты счастлив, у тебя множество друзей, а когда времена омрачаются, ты остаешься один. Не говори людям, что у тебя все хорошо, не зли их. Не говори врагам, что у тебя все плохо, и как тебе трудно, не радуй их. И вообще. Меньше говори, пусть окружающие спят спокойно. Если у вас есть больше, чем вам нужно, то делайте стол шире, а не забор выше. Тот, кто рассказывает тебе о чужих недостатках, рассказывает и другим о твоих. Внутри каждого человека, идет борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Человек становится мудрее, обращая взгляд внутрь себя. Больше всего о нас думают не те, кто нас любит, а те, кто нас ненавидит. Нельзя возвращаться к предателям. Нельзя. Локти кусайте, землю жуйте, но не возвращайтесь туда, где вас когда-то предали. Не смотри в прошлое с тоской. Оно не вернется. Мудро распорядись настоящим. С возрастом каждый приобретает тот облик, который он заслуживает. Для рая не нужны постники. Не нужны хозяйственники. Не нужны опытные и умные. Не нужны искусные. Не нужны священники, и не нужны монахи. Для рая нужны просто, добрые люди. То, что у вас в руках, зависит от того, что у вас в голове. Если все идет наперекосяк, значит в жизнь пытается войти нечто чудесное. Чем сильнее человек, тем более мягким он может позволить себе быть. Единственная моя ошибка в том, что девять десятых жизни, я думала, что все еще впереди. Слабые люди мстят. Сильные люди прощают. Умные люди игнорируют. Под кучей денег, обычно погребена человеческая душа. Если ты попал в лодку жадности, то спутницей твоей будет бедность. Нет болезни ужаснее, пристрастия к алкоголю. О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас. Добротой можно часто причинить вред, поэтому, когда хочешь сделать добро, тщательно все обдумай. Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями. Остерегайтесь человека, который перебивает вас, потому что он пытается показать вам свое превосходство. Не обращай на оскорбление внимания, ведь глупость редко бывает достойна возмущения, а злобу лучше всего наказывать пренебрежением. Не открывайте дверь, которую вы не сможете закрыть. Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди. Не надейся на вспыльчивого друга, даже если по натуре он добрый человек. Не заводи знакомство с теми, кто новых друзей предпочитает старым. Знай, как изменили старым и испытанным товарищем, так изменят и новым. Живи с людьми так, будто на тебя смотрит Бог. Говори с Богом так, будто тебя слушают люди. Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуйся с ним вместе, и его удача будет твоей. А кто завидует, тот себе же делает хуже. Если вы хотите жить счастливой жизнью, то привяжите ее к цели, а не к людям или вещам. Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Не вмешивай никого в свои частные раздоры и не требуй от тех, к которым ты обращаешься, чтобы они принимали участие в раздорах, которые происходят между тобой и другими. Если у тебя нет сил для борьбы с несправедливостью, то найди в себе мужество не аплодировать ее торжеству. Если кто-то хочет тебя сильно обидеть, значит ему еще хуже. Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий. Поистине ты будешь пребывать в благополучии, пока будешь молчать. Если же ты начнешь говорить, то это будет либо за тебя, либо против тебя. Здоровье – не все. Но все без здоровья – ничто. Люди не любят, и более того, ненавидят тех, кого они обидели. Жить в нужде плохо, но только нет нужды жить в нужде. Глупца можно узнать по двум приметам. Он много говорит о вещах для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. Есть три ловушки, которые воруют радость и мир. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее. Те, кто понимают, что все мы обречены погибнуть, не тратят время на пустые ссоры. Чтобы не выказать слабости и не изведать людской жесткости, не давай пустых обещаний, и не произноси злых слов. Казалось бы, если ты не делаешь подлости людям, то и люди к тебе должны относиться так же. Но жизнь, с завидным упорством доказывает обратное. Говорящий правду в глаза, никогда не нанесет удар в спину. Сильный человек не может быть подлым, коварным и жестоким. Бежалостным может, а подлым нет. Подлость — оружие слабых. Чем человек неудачней в жизни, тем он завистливее и ядовитее, как безмолвная гадюка. И нападает на тех, кто ходит на ногах, а не ползает в грязи, как он. Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него. Если человек тебя обидел, то посмотри на него с сочувствием, потому что он не умеет жить по-доброму и обижает других, потому что несчастлив сам. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с грубым или враждебно настроенным человеком, следует высказываться. Это — ваша жизнь. Вы не в состоянии управлять всеми событиями, которые происходят вокруг вас, но вы можете уменьшить их негативное воздействие, не позволив действиям людей и их мнению вторгаться в ваше сердце и ум. И прежде всего вы хозяин своей судьбы, и только вы можете решать, с кем идти завтра, а кого оставить сегодня позади. Нет людей чисто беленьких, или совершенно черненьких. Все люди пестрые. Если бы мы стали быстрее времени, мы могли бы стать медленнее жизни. Многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то и носят в себе. Другие — это вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество — это ты сам. Используй каждое мгновение, чтобы потом не раскаиваться и не жалеть о том, что упустил свою молодость. Боритесь со злом внутри вас, а не со злом внутри других. Величайшим достижением 21 века стали малодушие, лицемерие и страх перед общественным мнением. Не обсуждай то, что тебя не касается, и уберегай свой язык так, как ты уберегаешь свое богатство. Самый простой и верный способ обмануть человека — это прикинуться другом. Если вы проведете всю жизнь в ожидании шторма, вы не успеете насладиться солнцем. Вы не должны сравнивать себя с другими, и если природа создала вас летучей мышью, вы не должны пытаться стать страусом. Чем больше у человека страхов, тем большую власть получают над ним люди. Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправить их. Не открывай тайну никому, кроме умных людей. Не показывай свое сердце никому, кроме близких сердцу друзей. Помни, что тот, кто в тебе нашел счастье — твой, а все остальные — гости. Берегитесь ярости, которая начинается с безумства, а заканчивается сожалением и раскаянием. Не прислоняйся к стене, она упадет, не полагайся на дерево, оно засохнет, не доверяй человеку, он предаст тебя. Мудрецы говорят. Чтобы понять, что за человек находится рядом с тобой, нужно с ним расстаться. При расставании он покажет свое истинное лицо. Если вам аплодируют, то никогда не хвастайтесь, пока не узнаете, кто аплодирует. Никогда не жалуйтесь на вещи, которые родители не смогли вам дать. Возможно, они отдали вам все, что у них было. Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда они не пытаются зарабатывать на жизнь тем, что им больше всего нравится. Если хочешь ничего не бояться, то помни, что бояться можно всего. Народная мудрость гласит, что нет худа без добра. Справедливо видимое и обратное. Добрым людям следует доверяться только словам и разумам, а не клятвой. Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла. Когда у тебя с кем-то проблемы, то ты готов обсуждать их с кем угодно, но только не с ним. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему. Никому ничего не доказывай. Просто молча иди к своим целям. Твои поступки расскажут о тебе сами. В вашей семье будет постоянная нехватка денег, если вы со своей второй половиной часто ссоритесь и постоянно что-то делите на твое и мое. Не следует пренебрегать четырьмя вещами. Огнем, болезнью, врагом и долгом. Когда ссорятся братья, не иди к ним и не пытайся их рассудить. Стой в стороне и не вмешивайся в их дела. Родные братья снова помирятся, а тебя возненавидят в сердце своем. Все люди лгут, но это не страшно. Никто друг друга не слушает. Дружите с собой, и вы будете дружить с другими. Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами. Человек сам выбирает, страдать ему или нет, выбирая свою реакцию на ту или иную ситуацию. Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше. Допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Не трати свою жизнь на то, чтобы играть роль, которую для вас выбрали другие. Прощая подлости, предательство и зло, ты поощряешь поступать так дальше. Если человек тебе сделал зло, то дай ему конфетку. Он тебе зло, а ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что жизнь испытывает только его. Это испытание касается и тебя. Поможешь ты ему, или отвернешься. Есть люди, которые родились на свет, чтобы идти по жизни в одиночку. Это не плохо и не хорошо, это жизнь. В интернете у тебя 500 друзей, на свадьбе 100, на дне рождения 10. А когда у тебя проблемы, всего один. И скорее всего это будет мама. Чем меньше окружающие знают о твоей личной жизни, тем удачнее она складывается. Ваше время ограничено, не трати его, живя чужой жизнью. За долгую жизнь ты можешь наделать ошибок, но если ты учишься на них, то становишься лучше. Мы, рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь. Если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. Если человек слишком много смеется, даже над глупыми вещами, этот человек печален глубоко внутри себя. Чтобы избавиться от пристального внимания людей, надо создать иллюзию открытости. Никогда не доверяй человеку, который рассказывает о всех своих проблемах, но скрывает от тебя все свои радости. Если не хочешь, чтобы тебе сели на шею, не кланяйся низко. Опасайся тех людей, которые прикидываются, что желают тебе добра. Никогда не стоит доверять женщине, которая называет вам свой возраст. Такая женщина способна на все. Никому никогда ничего не объясняйте, каждый все равно поймет так, как ему выгодно. Если ваши родственники сели вам на голову, чаще показывайте им свою голливудскую улыбку. И вам полегчает и им. Умей отпускать тех, кто тянет тебя ко дну. Никогда не позволяйте людям использовать ваше прошлое, чтобы отравлять ваше настоящее. Прощайте и отпускайте прошлое, делайте свои шаги к счастью. Любовь стоит ровно столько, сколько стоит человек, который ее испытывает. У нас тенденция. Чем интереснее женщина, тем охотнее толпа готова окунуть ее в грязь. Всегда идите по жизни с ощущением, что вам еще многому нужно научиться, и у вас все получится. Ошибаться – это человеческое свойство, а свойство сваливать свою вину на другого, человеческое вдвойне. Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Вселенной все равно, и больно только нам. Благодарю за просмотр. Счастья, здоровья, удачи, и терпения вам. Пусть с этой минуты все это у вас будет. И даже больше. Искренне ваши, золотые слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Версалима Продолжение следует...